В окрестностях селения Заюково подвергается разграблению уникальный некрополь, возраст которого по мнению ученых составляет более двух с половиной тысяч лет. Здесь на площадке размерами около 400 квадратных метров скрыто и разграблено более 120 могил. Везде валяются человеческие косты и остатки покрепального инвентаря. Историк и краевед Виктор Котляров уже на протяжении более двух месяцев пытается привлечь внимание властей к разграблению некрополя. Где-то с месяца назад мы нашли это место. Оно не просто поражает, оно вызывает огромнейшее возмущение и боль, потому что на холме сегодня разрыто более ста могил. Так как грунт наносной, он очень легкий в копке. И практически за какой-то час-полтора можно раскопать тот шурф той глубины, которая нужна копателю. То есть металлодетектором находится само место, где идет звук на цветные металлы. Копается рядом шурф. Шурфы некоторые достигают трех метров. Представьте, значит они прокопали три метра, затем углубились в сторону, забрали самое ценное, все остальное бросили. Кости, черепа, вещи, которые не подлежат восстановлению реставрации и ушли. Предметов старинной, собранных на могилах Заюковского некрополя, у Готлярова накопилось немало. Для черных копателей эти предметы не представляли интереса. По большому счету мы могли бы восстановить историю не просто Кавказа, а историю вообще человечества как такового. Ранее, вот передо мной, пики. Они датируются раннежелезным веком. Раннежелезный век это 10-6 века до нашей эры. Таких хорошо сохранившихся вещей можно перечитать по пальцам, раз-два и обчелся. Есть браслеты, есть фистулы, есть, вот например, браслеты, есть украшения. Но вот то, что мы держим в руках, это не наши раскопки. Мы бы побоялись и даже постыдились бы это делать. Это все то, что собрано на могилах и оставлено черным копателем по той, по той причине, что оно повреждено. Вдумайтесь, такой факт. Еще несколько, пару лет назад эти вещи стоили тысячи рублей. Сегодня они обесценились, в кавычках, естественно, обесценились в десятки раз. Сегодня можно их купить за 100, 150-200 рублей. О чем это говорит? О том, что на рынок выброшено такое огромное количество артефактов, что сразу упал спрос. Сложившиеся ситуации, связанные с разорением древних захоронений, представляющих огромную ценность для науки, озабочены ученые Кабаратно-Балкарского института гуманитарных следов. Законодательство сейчас таково, что, допустим, продажа каких-то объектов, ну, то есть этих археологических предметов, оно не является, как бы, чем-то незаконным. То есть, а вот, что касается добычи, то есть этих предметов, это уже необходимо, как бы, доказывать, что памятник был разрушен умышленно, а не случайно. Это нужна постоянная работа, комплекс, мер по, значит, борьбе с этим плодоискательством и с незаконными этими расходами. Не только карательные, значит, меры предусмотреть нужно, но и объяснять населению, что нельзя этим заниматься. Вы не думаете, что вообще-то опасно с точки зрения содержания какой-то инфекции? Ну, это известно, да, что, значит, у нас были выявлены, был выявлен в этих костных остатках белок чумной, в общем, инфекция чума. И поэтому те, кто, конечно, соприкасается с этим, тем более, там, микротравмы всякие происходят при раскопках, поэтому вполне возможно, что народ рискует и могут быть какие-то случаи заражения инфекции. Заюбковский некрополь вполне мог бы стать музеем под открытым небом и в будущем сыграть значительную роль в туристическом кластере Кабардино-Балкарии. Но если его не взят под охрану, некрополь будет разорен окончательно. Субтитры сделал DimaTorzok